здравствуйте друзья доброго вам утречка солнечного и небо такое без тучек такое ощущение что калифорния ну вот та часть где мы живем возвращается свое обычное такое состояние никакая ильиния больше на нас ничего не проливает а может еще прольет а у меня с утра позвонили я честно говоря как то так не в курсе был мне позвонили год пишет это а у тебя клиренс сегодня но вообще клиренс не у меня у нас есть преподаватель который это делает но ей нужно было отъехать на недельку по личным делам и значит меня поставили вести клиренс вот я сейчас подъеду они пока задачку там решают а я приеду и буду вы выяснять чего они нарешали так вот клиренс я в связи с клиренсом хочу порассуждать на тему такую название темы пришло ко мне однажды когда я покупал автомобиль значит вот и там с нами был человек значит который как участвовал морально в этом деле вот этот человек так активно говорил а дайте нам вот это в подарок а что вы еще нам дадите а вот дайте нам еще какую-то халяву так как бы игрался в халяву и сначала нам подали лишний коврик потом нам дали какую-то еще там не знаю еще чего-то а потом мужик который значит там за старшего был он говорит знаешь что сказал он вот нашему этому сопровождающему иногда меньше это больше вот и так глубокомысленно сказал и мы все задумались над тем что он сказал в общем так вот клиренс это такое значит событие когда я постоянно вспоминаю вот этого мужика с его фразой что иногда меньше это больше это не только клиренс это вообще любой любой такой разговор интервью собеседование когда люди начинают им задают вопрос а они дальше начинают гадать но что происходит в момент гадания в момент гадания он начинает предлагать решения какие-то ну вот допустим там ему говорят когда сделан билд да вот когда взяли собрались программистов там кусочки кода и откомпилировали вместе вот получился билд какой будет самый первый тест вот который нужно сделать и правильный ответ что этот тест у него много названий его иногда называют релиз аксептанс билд аксептанс некоторые называют смоук тест некоторые называют его цените тест ну как бы это уже такие как бы больше сленговые но у него есть название и дальше человек начинает но он не знает и он начинает гадать он говорит там регрешен и ты начинаешь понимать что он не врубается что такое регрешен а же его еще и спросить могут тоже мгд а регрешена это как и дальше объяснять что он не знает регрешен дальше он говорит там эксплуатари тестинг и ты думаешь боже неужели этот человек три месяца проучился эксплуатари то есть он еще и этого не знает а уже проще даже вообще ничего нет но и короче так начинается такое называние там 5 8 10 разных ответов как бы понятий терминов там и и ты с ужасом я с ужасом вот это мне этот ужас предстоит сейчас и ты с ужасом понимаешь что человек не только не знает что существует там какой-то релиз аксептанс тест который там билд аксептанс тест вот и в какой очередности там происходит событие и так далее зачем он нужен и почему он нужен и как он делается там и так далее значит но ты вдруг начинаешь понимать что рушится вся система потому что человек вообще ничего не знает и вот я к тому это говорю что очень опасно очень опасно перебирать потому что вот так он не знает там один вид теста а когда он начал перебирать то понятно что он уже и десяток не знает ну то есть вообще ничего не знаю то есть как бы это вот начинается с маленькой хохмачки а заканчивается катастрофической такой хохмачкой вот и уже в общем мы конечно это все делаем внутри нашего учреждения с тем чтобы все таки они подготовили задача клиренса и ему еще предшествует мог за это мог интервью где они больше по технической части излагают клиренс это там там тоже есть тест кейсы и баг репорт и мы начинаем с этого но дальше мы на клиренсе позиционирование обсуждаем то есть а как ты попал в тестирование почему тебе нравится тестирование как ты себя дальше видишь чего ты ожидаешь там от интерншипа на который да после после клиренса мы начинаем посылать по компаниям на интерншипы и так далее ну то есть идея в том чтобы он там скажем с трех интервью получил два предложения а не то чтобы с десяти не получил ни одного но еще вот такое я не я не люблю делать и клиренсы и моки всякие потому что как-то я огорчаюсь от этого дела мне тут сегодня вопрос какой-то был спрашиваю человек искать вы всегда были такой спокойный я не всегда был такой спокойный с возрастом люди становятся более спокойными я замечал на многих людях но дело то что я и сейчас не такой спокойный потому что меня можно огорчить вот я когда вижу что студент учится учиться ничего не знает вот я огорчаюсь или допустим вот он ведет себя неправильно как-то потому что у нас же цель есть он же тоже на работу попасть понимаете у него может быть жена там детки там что-то так на кону ставка-то высокая понимаете и вдруг раз и вот я начинаю огорчаться поэтому я не провожу моки и клиренсы в лучшем случае вот там резюме пишу но и резюме тоже знаете вот интересно у нас онлайн-класс закончился вот сегодня новый начинает закончился онлайн-класс там их чек 110 у половины уже есть резюме значит там уже человек пять-шесть работу нашли кстати уже с офферами мы им там референсы даем кто-то уже наступил там приступил к работе но но дело даже не вот дело в том что давайте когда у тебя в классе там 100 человек и когда эти 100 человек делают три проекта у них три проекта было в классе то проекта эти идут в резюме и соответственно нам нужно ну грубо 100 резюме в теории да так на практике как бы меньше не всех не все запрашивают резюме ну неважно вот 100 резюме нам нужно мы рассчитываем с тем чтобы они как-то отличались ты же не можешь выйти на рынок с инкубаторским таким резюме знаете как вот как у всех эти также тоже нельзя значит им говорят вот вам значит материал некоторые я видео специально записал на полчаса я на полчаса записал видео она внутреннего такого использовано она недоступна как бы извне школы да и я показываю как брать вот ресурсы где много разных буллетов есть мы мы им даем эти ресурсы мы им даем там тысячи разных буллетов разных фраз которые пишутся в резюме вот и они должны быть этими фразами описывать то что они делают на проекте соответственно как бы идея была такая что если есть 100 человек то они создадут из этого громадного совершенно материала если ему показать как это делается а видео показывает как это делает вот я сижу и делаю я показываю механизм я показываю логику я показываю ну вот вот просто сижу вот и сидит человек и там полчаса вот этим занимается с комментариями там и так далее то есть предполагает что они посмотрят сядут и из этого из этого ресурса из которого можно сделать там тысячи резюме но сделают свое какой-то и я хочу сказать что да им объясняют что нельзя делать из ресурса нельзя делать copy-paste понимаете потому что это получится у всех так да значит а надо вот взять что то что близко и дальше его модифицировать немножко там может быть но но вот как бы адаптировать к себе и дальше мы видим что народ 9 из 10 просто делают copy-paste при том что сказано не делать copy-paste сказано и показано как надо делать и знаете что вот не делают или там когда возвращают у меня есть теперь помощница которая делает помогает мне с резюме и вот значит они должны есть сначала послать она там с этим как-то работает потом мне уже на окончательную доработку присылает и вот я с ней разговариваю почему говорю вот как-то присутствует элемент инкубатор насти то есть вот надерганы к фразы какие-то не переработаны она говорит понимаешь я им возвращаю они говорят а я не могу лучше сделать или там а я вот сделала все что мог при том что не делал практически ничего и все это взрослые люди с высшим образованием и живут они все в соединенных штатах они они не живут там в китае или там я не знаю где еще они уже в америке но в канаде там в основном там может быть есть пару-тройка человек которые собираются приехать скоро но в основном они уже тут то есть как бы очень понятно для чего им это резюме очень понятно что вот буквально там но руку только протянуть и твое но уже сядь сделай не вы чего это проблема вообще я могу сказать что вот из тех из последних там 50 резюме вот той группы которая сейчас закончилась может быть было три или четыре когда я сказал вау вот человек поработал вот это да вот это да вот вот это было три-четыре раз все остальное это было вот такое copy-paste а иногда и copy-paste не было а просто была какая-нибудь мура которая у него там лет пять лет болталась там вот он ее бросил и послал и вообще без всяких там буллетов молитов там без ничего хотя наиболее существенная часть резюме это и есть вот эти буллеты потому что это то что опыт это как бы буллеты описывает твой опыт на одном проекте на втором проекте на третьем проекте будет это то что делает резюме привлекательным хочется поговорить с человеком который вот это делал это делал это делал да так что с буллетами у нас получается что иногда больше это больше они меньше больше да то есть все таки надо потратить время потратить больше времени потратить больше усилий вот а если не знаешь чего вы сдержись тогда получается что меньше становится больше да в общем так мы начали с одного правила пришли к другому и что-то необъяснимые вещи в жизни происходит к вопросу об огорчениях да конечно думаешь эх мы сейчас как замахнемся сейчас как потом смотришь что-то как-то не не так как-то вот как-то не так и я вспоминаю советскую школу вспоминаю первый класс первые сентября такие детки с бантиками с цветочками нарядные девочки в белых передничках мальчики в наше время воротнички белые были на школьной форме так вот положено было мама там подшивал так все было нарядно а потом смотришь уже в школу идти не хочется и уже как-то настроение то но там понятно там как бы система тебя фактически принуждала организовывала тебя на это дело здесь все-таки уже люди взрослые вы тоже сейчас слушаете и думаете эх да вот если бы я вот я попал бы вот и вот я бы тогда сутками занимался я бы тогда вот прямо здесь а вы попадите вот вы попадите в эту мясорубку и тоже вдруг выяснится что есть масса других дел и отвлечений и тут вот вроде сел там резюме делать наушники надел а в них музыка играет и ничего ты не сделаешь в наушниках музыка играет ты можешь всем сказать конечно что тебе это только помогает но в общем да не говоря дурного слова да так что вот такая такая же духа да еще и смс там по ходу дела идут и на уроке тоже сидит там смс я хочу что не слушай что говорят а я слушаю я слушаю так это я нет меня не отвлекает совершенно так вот че я человек или я загрустил нет я я в целом жизнерадостен и оптимистичен и сейчас у нас будет клиренс и а вдруг меня там порадуют может такое быть приходишь и тебя порадовали спрашиваешь там вот про тест-кейсы они раз две написали тест-кейсы ты размечтался конечно не помню такого чтоб раз и написали так возьмут а еще знаете что бывает вот мог там тоже тест-кейсы баги-репорты а потом клиренс но между моком и клиренса может быть там две недели пришло так он на моке вроде писал тест-кейсы а а между моком и клиренсом забыл. Знаете, как бывает? Вот выучил алфавит, там через две недели надо что-то прочесть, а уже буквы забыл. Вот у нас такое сплошь и рядом, поэтому мы стараемся, чтобы между моком и клиренсом времени было мало. С одной стороны, с другой стороны, мы вынуждены повторять тест-кейсы и баг-репорты на клиренсе, хотя вроде бы мы на моке уже сделали, потому что мы знаем, что это ничего не значит. Так вот, друзья, интересная жетуха. Ну что я тут на светофоре-то стою? Там меня ждут люди, которые хотят рассказать про тест-кейсы и баг-репорты и порадовать дедушку. Значит, дедушка это я. Так, давайте я камеру что-ли поверну. Так, а то все, дорога да дорога. Говорит, вы, говорит, всегда такой спокойный? Ну, да, в основном. В основном спокойный. О чем я? Я привычный ко всему. Нас ничем не удивишь. Уже давно. Конечно, когда по первости ты начинаешь приходить в взбудораженное состояние. А когда ты уже привыкаешь и понимаешь, что черное это черное-белое, это белое-зеленое, это зеленое, сер-бурмалиновое, это сер-бурмалиновое, то нормально все. И становишься спокойным. Да, так что я когда страхованием занимался, была девочка 18-летняя, там в соседнем агентстве страхового работала. И она так, она меня звала Мишенька. У меня там уже полтинник был, ну, не важно. Почему она как-то мне сказала, эх, Мишенька, сказала она, кто смысл жизни понял, давно работать перестал. Вот. Ну, я не могу сказать, что понял смысл жизни, но чем больше ты понимаешь, тем спокойнее становишься. Счастливо, друзья!